Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал Мори Красоте, также об умном шоппинге. Речь сегодня пойдет о том, как я в первый раз расхламлялась благодаря одной моей зрительнице, которая написала, что выбросила в течение прошлого расхламления многолитровые пакеты какого-то мусора, какого-то хлама, ненужных вещей и так далее. Я вспомнила о своем первом расхламлении, которое случилось, когда я еще не была минималистом, не практиковала минимализм, и, в общем-то, даже не знала, ни что такое расхламление и этой темой не интересовалась. Но сначала хочу обратить ваше внимание, на свои волосы. Многие выразили обеспокойство состоянием моих волос, и действительно, на некоторых видео они смотрятся очень плохо. Но поскольку я человек, обладающий достаточным количеством самоиронии, в общем-то, я записываю видео, когда я могу их записать, и я всегда себе отдаю отчет, как я выгляжу на камеру, и для меня, в общем-то, это не является приоритетным. Соответственно, очень часто я мою волосы, и они лишены всякого объема, они, что называется, висят. Сегодня целый день я убиралась на террасе, у нас тепло, и сегодня, наверное, первый день мы сможем пообедать под открытым небом, получается. Я уже принимаю свои солнечные ванны, потому что я, как говорила, не принимаю витамины, свой, например, витамин D, дозу витамина D, которая необходима каждому человеку, я стараюсь получать прямо-таки от солнечных ванн. Соответственно, сегодня целый день я убиралась, и была в белой футболке, в самой обычной белой футболке. К чему я это рассказываю? Потому что, если вы отращиваете волосы, если у вас полудлинные волосы, которые к концу зимы, началу весны стали выглядеть очень плохо, как часто бывает на моих видео, вот они прямо-таки солома-солома, висят-висят, худенькие, тоненькие и так далее. Имейте в виду, что очень часто это происходит от того, что волосы не имеют возможности, скажем так, полироваться. Сейчас я нахожусь в свитере. Я была в футболке, это самая обычная хлопковая футболка, это свитер, который, может быть, и выглядит шерстяным, но это хлопковый свитер. Это две большие разницы для наших волос. Все утро я была в хлопковой футболке, убиралась, соответственно, волосы свились вот в такие локоны совершенно естественным способом. Поэтому, если у вас ваши волосы вызывают отчаяние, не бегите к парикмахеру. Скорее всего, с прихода весны, когда вы снимете шапки, я, например, всю зиму ношу шапку, потому что я гуляю с детьми по 3-4 часа и не хочу мерзнуть, поэтому под шапкой, под шерстяными тканями, на шерстяных тканях, учитывая, что мы используем шарфы активно и шерстяную одежду, как правило, наши волосы выглядят очень плохо, потому что они чувствуют себя плохо на такой одежде, на кожаной одежде, на шелке, на просто хлопке. Волосы будут выглядеть и чувствовать себя гораздо-гораздо лучше. Но сегодня вернемся к моему первому... Сейчас вернемся к моему первому расслаблению. У меня была подруга. Почему была? Потому что она потом уехала из Италии, мы с ней не виделись уже очень-очень давно. И сдружились мы, потому что у нас были дети одного возраста, они ходили в один сад, и, соответственно, вот дружба возникла, как между мамочками. И это моя подруга, она русская, она из Самары, но очень долгое время жила в Риге, вышла замуж за итальянца, и итальянец был поработать и свои также в Риге. Соответственно, вот такая судьба у нее была интересная. И потом она переехала в Италию, соответственно, какое-то время жила здесь. А потом, кстати, опять уехала в Ригу. И моя подруга была очень интересным человеком, она практиковала йогу. Она, кстати, очень многим практикам меня, не могу сказать, научила, нет, но то, что она рассказывала, я, что называется, мотала на ус. Я часто говорю, что я не столько хороший рассказчик, когда дело касается какой-то повседневной жизни, моих каких-то повседневных разговоров с другими людьми. Я очень хороший слушатель, и очень, на мой взгляд, хороший наблюдатель. Мне в жизни это очень помогает. Поэтому все, что она мне рассказывала о своих практиках, она вела курсы, я очень внимательно слушала, все мне нравится. Йогу в своей жизни я не очень практикую, но, скажем так, несколько асан освоила буквально на каком-то базовом-базовом уровне. Но, помимо всего прочего, она была, как я сейчас понимаю, минималистом. Она никогда себя минималистом не называла. Но у нее был очень, что называется, свободный дух. Я думаю, это, безусловно, из индийской культуры у нее. Она никогда не была привязана к вещам. Она снимала квартиру здесь, в Италии, полностью ее обставила. А когда уезжала из Италии, она все распродала, и, в общем-то, ничто не стала брать с собой, перевозить в Ригу. Соответственно, очень легкое отношение прямо-таки вот к вещам именно у нее было. И однажды она попала ко мне в гости. В то время я не очень любила гостей. Более того, я совсем не любила гостей, потому что я была тогда плохой хозяйкой. У меня всегда был беспорядок дома. Это был как раз-таки тот период, когда Егор только-только начал ходить в сад. Я только-только начала общаться с итальянками и жить в Италии. И именно только-только тогда я начала замечать, что у итальянок дома всегда порядок. А у меня был перманентный беспорядок. Соответственно, чтобы пригласить к себе людей, мне на самом деле нужно было эту встречу, эти гости запланировать. И мне нужно было долго убираться, долго наводить чистоту, долго раскладывать вещи по местам. И вещей у меня было очень-очень на тот момент много, гораздо больше, чем сейчас я имею, когда у меня родились еще двое детей. Поэтому я не очень хотела даже, чтобы она ко мне приходила в гости, но она меня очень выручила. Она меня очень выручила, потому что в определенный момент я сильно заболела. И прямо-таки 10 дней я практически не вставала с постели. Она сказала, она увидела, что я болею. И она приезжала за Егором, отвозила его в сад вместе со своей девочкой, также забирала и привозила мне. Я имела возможность, что называется, отлежаться. Поэтому, что называется, морально я была ей должна. И не помню, по какому поводу она именно хотела у меня дома встретиться. Но когда она зашла ко мне домой, она посмотрела и сказала, Яна, я не верю, что ты так живешь. Возможно, я произвела на нее впечатление другого человека, человека, который, наверное, близок к тому, кем я являюсь сейчас. Но тем не менее, когда она посмотрела на мое жилье, она, в общем-то, была... Она сказала, Яна, извини, я не хочу тебя обидеть, но можно я тебе кое-что скажу? Тогда я снимала жилье, вся мебель была не моя. И был такой комод у нас в квартире, а также такая, что называется, стенка. У меня не было тогда телевизора. Я именно тогда потеряла привычку смотреть телевизор. И вот эта стенка, она имела очень много открытых полочек, маленьких полочек, больше полочек, некие полки за стеклом. То есть вот все было очень открыто. И я уже тогда, стремясь к какому-то порядку, к какой-то эстетике, все складывала в коробки. Как сейчас помню, я приехала в магазин ТОЦ, где очень часто отдавали обувь по желанию клиента без коробки. Ну, многие покупают, увозят обувь с собой, кто в Россию, кто в Германию, кто откуда туристы приезжают, и они не хотят коробки. И я однажды увидела, что они эти коробки, оранжевые, красивые, качественные, выбрасывают. И я спросила, могу ли я взять у них эти коробки. И они согласились, они даже были очень рады, потому что таким образом я уменьшила их объем мусора. Я, соответственно, все эти коробки забрала, и все достаточно униформально смотрелось, достаточно неплохо. Но когда она посмотрела на эти коробки, она сказала, Яна, это какой-то ужас, такое ощущение, что ты покупаешь обувь, обувь тот, и знаешь, что ты никогда себе больше ее позволить не сможешь, и поэтому все эти коробки сохраняешь. На что я объяснила, что действительно часть коробок мои, а часть, в общем-то, я попросила, и мне любезно их предоставили. Она сказала, Яна, это ужасно, что ты хранишь в этих коробках? Мы стали раскрывать эти коробки, и как у любого начинающего минималиста, там были какие-то мелочи, какие-то пуговицы, нитки, в общем-то, какие-то документы в абсолютном беспорядке. Этих коробок у меня, наверное, было штук 20, наверное, было по всем полкам расставлено. В каких-то коробках я хранила вещи Егора, одежду Егора, где-то лежали маечки, где-то лежали трусики. Вот она говорит, зачем ты все это хранишь? И тогда она мне сказала очень интересную вещь. Она говорит, зачем тебе детская одежда, детское белье в зоне, которая, в общем-то, не является детской комнатой? У Егора на тот момент, даже в съемной квартире, была своя комната. Она сказала, у него что там, нет мебели? Мы пошли в его комнате, там была мебель. И она, в общем-то, сказала, зачем ты все это здесь хранишь? Это все нужно переложить туда. Ну и в итоге она посмотрела на мою жену и сказала, слушай, Ян, давай я тебе помогу навести порядок. Мне было так неловко, что кто-то будет копаться в моих вещах. Опять же, я не стеснялась того, что кто-то будет копаться в моих вещах. Мне, в общем-то, нечего было скрывать. Хлам, он и есть хлам. А именно мне было неудобно обременять человека тем, что он будет в моих вещах копаться, наводить мне порядок. Но, тем не менее, она, в общем-то, наставила. Теперь я понимаю, почему. Потому что, действительно, когда ты минималист, ты искренне хочешь поделиться этой философией, потому что она прекрасна. Она, на самом деле, упрощает жизнь, облегчает жизнь. Она позволяет тебе смотреть на многие вещи под другим ракурсом. И в итоге она сказала, говорит, давай назначай день, когда тебе удобно. Я посмотрю, когда я свободна. И я приду к тебе, и мы здесь все сделаем, наведем порядок. И, действительно, в один из дождливых дней, когда ей не было чем заняться, и мне, в общем-то, мы собрались у меня дома. Я с ужасом вообще думала, что будет происходить. И мы открывали каждую полку. Так, кстати, мы делали, как я не рекомендую никому, потому что это очень утомительно, если делать это самостоятельно. Но у меня была моя подруга, которая четко знала, что нужно делать, которая часть этой задачи, тяжелой и сложной, как расслабление, взяла на себя. Поэтому если вы расслабляетесь с кем-то, возможно, вы наняли специалиста, который вам поможет это сделать, возможно, у вас есть подруга, единомышленница, возможно, есть человек, который практикует минимализм больше, чем вы, то тогда, да, вот можно такое сделать, максимальное расслабление. Но тем не менее, если вы делаете это самостоятельно, то лучше по зонам, по маленьким зонам, чтобы не устать, чтобы не разочароваться, чтобы чувство вины вас не поглотило за все те вещи, которые вы когда-то купили, которыми вы не пользуетесь, которые теперь вы не знаете куда деть, которые вы теперь не знаете, как решиться с ними расстаться. Поэтому нужно расслабляться прямо-таки дозированно, если вы делаете это самостоятельно. Но тем не менее, с ней мы разобрали прямо-таки всю жилую зону. Мы начали с этой ужасной стенки, каждую коробку раскрывали, она все вываливала на пол и говорила, вот, пожалуйста, сортируй, что тебе нужно, оставляй, но, пожалуйста, не в коробку. В итоге, действительно, за три часа вот такого интенсивного расслабления я получила совершенную свободу от коробок. Я не оставила ни одной коробки, а у меня были пустые полки. И только тогда, в тот момент, я поняла, что пустые полки – это не так плохо. Пустые полки – это не значит, что их нужно чем-то заставить, как я почему-то искренне предполагала до этого. Мне казалось, что пустые полки – это нехорошо, но пустые полки нужно что-то поставить. Мы выбросили все коробки, мы навели порядок в нашем текстиле домашнем, который был у меня на тот момент. И что произошло после этого расслабления? После этого расслабления, кто-то из моих зрителей эту историю уже слышал, я сразу, как связалась с моим мужем, тогда, возможно, еще и не было скайпа, мы созванивались по карточкам, связь была дорогая. Я была в таком восторге от того, что я выбросила все, что мне не нужно, от того, что я выбросила какие-то вещи, которые муж купил еще до меня. Это были какие-то полотенца, это были какие-то простыни, это были какие-то одеяла, которые я привезла из Москвы, которые на самом деле неизвестно, с кем он покупал, когда он покупал и где он покупал. И, в общем-то, я обо всем ему этом сообщила. И вы не поверите, это была одна из самых серьезных ссор с моим мужем, когда он мне, в общем-то, сказал в конце вот этой дискуссии, которая между нами развернулась, он мне сказал очень обидную фразу, но, по сути, он, наверное, был прав. Он мне сказал, ты не зарабатывала деньги на эти вещи, ты их не покупала, поэтому прежде чем с ними расстаться, ты должна была спросить меня. Я очень сильно обиделась на своего мужа и прямо-таки не хотела бы никогда услышать у него такую фразу, но я понимала, что действительно где-то он был прав. Но я с таким восторгом от всех этих вещей рассталась, я с таким восторгом несколько дней возвращалась в эту полупустую квартиру, я прямо-таки посмотрела по-другому на эти возможные пустые полки, которые мне казалось, обязательно нужно чем-то заполнить, что я просто не терпелась поделиться с ним этой радостью и рассказать ему о том, как все произошло. С тех пор я стала умнее, с тех пор, как я часто говорю в своих видео, я, в общем-то, тайком выбрасываю то, что нужно выбросить, сделать это очень тяжело, муж меня отлавливает постоянно, а мои соседи даже знают, что частично, точнее частенько я выбрасываю коробки с гаража, мой муж сохраняет коробки, вдруг что придется куда-то везти, перевозить и так далее. Мы с Егором один раз выбросили огромную кучу коробок, вот мне просто повезло, что мой ребенок уже в таком возрасте, что может мне помочь, я бы сама не справилась за такое быстрое время, потому что если мы надолго с Егором уходим в гараж, мой муж, в общем-то, спрашивает, а что же мы там делали, потому что он может подозревать, что я выбрасывала то, что считаю ненужным в нашем хозяйстве. С тех пор я стала умнее и хитрее, и, в общем-то, очень часто я просто-таки не рассказываю своему мужу о тех объемах расслабления, которые я провожу периодически, либо которые я провожу перманентно. Мой муж научился отслеживать мусор, который я выбрасываю, ну а я, в общем-то, как женщина достаточно хитрая научилась все это очень-очень хорошо прятать, выносить так, чтобы он не заметил. Желаю всем начинающим расслабистам иметь как можно меньше конфликтной ситуации, расслабляться все-таки с умом, с холодной головой, потому что, действительно, зачастую те вещи, которые мы выбрасываем, могут нам понадобиться. Вопрос только в том, когда они нам понадобятся. Соответственно, нужно очень хорошо взвесить все за и против. То время, которое мы готовы эти вещи хранить в нашем пространстве, с той гипотетической возможностью, которая, возможно, кстати, никогда и не случится, эта необходимость, что эта вещь им на нам потребуется. Расслабляться очень тяжело, это большая ответственность, это большой эмоциональный труд. Я желаю вам не попадать с вашим расслаблением прежде всего в такие либо более, либо менее конфликтные ситуации. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем удачного расслабления, хорошего дня. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!